С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 10 мая. В этот день появились на свет в 1850 году Томас Липтон, тот самый американский предприниматель, основатель компании по производству чая. В 1890-м он решил заняться чайным бизнесом. На Цейлоне приобретает пять плантаций. Липтон понимает, что его чай должен быть более доступным, чем у конкурентов. Поэтому он купил также и собственный флот. Все это давало возможность снизить стоимость. Чай, который производил Томас Липтон, стал безумно популярным в Шотландии. А позже и во всем мире даже королева Виктория, говорят, пила именно этот чай. 1864 год. Леон Гомон, французский родоначальник кинематографа, приходит в этот мир. К тому же он прокатчик и продюсер. Именно он впервые в 1902 году представил во французском фотографическом обществе первый звуковой фильм. Короткая демонстрационная лента не претендовала на какое-либо художественное содержание и называлась вполне функционально «Говорящий портрет». 1924 год. День рождения Юлии Друниной, советского поэта, члена Союза писателей СССР, секретаря Союза и Союза писателей ИССР и СФСР, народный депутат страны, участница Великой Отечественной войны. Я только раз видал рукопашный, раз наяву и тысячу во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Для Друниной оказалось страшным шоком крушение целого мироздания в виде СССР. Все идеалы исчезли. В августе 1991 года Юлия Друнина вместе с другими россиянами защищала Белый дом, а через три месяца ушла из жизни добровольно. В 1938 году, 10 мая, появилась на свет французская актриса Марина Влади, в 1956 году Владислав Листьев тележурналист, а в 1963 Оксана Пушкина телеведущая и общественный деятель. Теперь о событиях этого дня. 1503 год. Во время своей последней экспедиции в Америку Христофор Колумб открывает Каймановы острова. Они были открыты совершенно случайно, а точнее говоря, сам-то он высадился только на малом Каймане, который и назвал черепашьим островом, так как черепах там было, видимо-невидимо. На более поздних морских картах эти острова назывались Логоторгос, а с 1530 года их стали обозначать словом, заимствованным у индейцев, кайман, то есть маленький крокодил, потому что крокодилов там оказалось гораздо больше, чем черепах. 1932 год. В Ленинграде завод Коминтерн приступает к выпуску первых 20 советских телевизоров. Это малогабаритная ТВ-приставка к радиоприемнику. Телепередачи начинают выходить с 1939 года. Передавались они при помощи радиостанции и выходили в эфир нерегулярно. Даже расписания никакого не было. Изображение на приемниках было едва различимым, и это подогревало интерес к развитию новых технологий, которые и привели к созданию современных телевизоров. 1933 год. Фашисты зажигают костры из книг так называемого неарийского духа в Берлинском университете. Книги Гейна, Ремарка, Химнгуэя, Хельквангера. Там, где жгут книги, там и людей побросают в огонь. Эти слова Гейны оказались пророческими. 1937 год. Принимается решение ЦИК и Совнаркома о введении института военных комиссаров в советских вооруженных силах и о создании военных советов округов в составе командующего и двух членов. Возрождение института комиссаров было вызвано начавшимися репрессиями в командных рядах Красной Армии и необходимостью повысить партийный контроль над армией. Военные не очень любили комиссаров, но сделать ничего не могли. 1940 год. Гитлеровские войска вторгаются в нейтральные страны. Бельгию, Люксембург и Нидерланды. Голландия будет захвачена уже 15 мая, а Бельгия, которой пытались помочь англичане и французы, 28-го. 1940 год. Черчилль становится премьер-министром Великобритании. Он меняет на этом посту Невилла Чемберлена, печально прославившегося политикой умиротворения гитлеровской Германии и вынужденного уйти в отставку из-за военных неудач Великобритании. 1941. Заместитель Гитлера в нацистской партии Рудольф Гесс тайно летит в Англию. Но ему приходится выброситься с парашютом в Шотландии, не долетев до цели 14 километров. Он предлагает Англии мир при условии ее присоединения к крестовому походу против России. Предложение не принимается. Гесс становится военно-пленным, а на Нюрнбергском процессе приговорен к пожизненному заключению. Так и неясно до сих пор, действовал ли он с ведома Гитлера или проявил странную самостоятельность. 1956 год. Отмена платы за обучение в СССР. С 1940 года в старших школах и вузах вводится платное обучение с установленным размером годовой оплаты. Так, учеба в столичных школах обходилась в 200 рублей в год, в провинциальных немного ниже 150. Обучение в вузе стоило дороже – 400 рублей в Москве, Ленинграде и столицах Союзных Республик и 300 в прочих городах. Годовая оплата примерно соответствовала среднемесячной номинальной зарплате советских трудящихся. Ну и последнее. 1978 год. В Одессе съемки фильма «Место встречи изменить нельзя». Высоцкий, еще при чтении романа Вайнеров, примирявший на себя роль Жеглова, был так поглощен съемками фильма, что Говорухин часто доверял ему ставить сцены, а в дни своего отсутствия на площадке и вовсе оставлял заглавного. Диалоги героев сразу же разошлись на цитаты. Ну и рожа у тебя, Шарапов, или дырку ты от Бублика получишь, а не Шарапова. Кстати, о последнем. Когда-то, общаясь с Владимиром Конкиным, я узнал от него любопытный факт. Почти так же, как в кино, он пригласил во время этих съемок Высоцкого после съемочного дня в Москве к себе домой, где во время ужина Высоцкий сказал киношному Шарапову буквально следующее. Если нужно, я всплыву против течения. А вы бы так смогли? С вами был Николай Пивненко в проекте Дата.